Соседа вторая на Святую Пятидесятницу Велики возлюбленные и выше всякого слова человеческого дары, неспослые нам сегодня от человеколюбивого Бога. Будем поэтому все мы вместе радоваться и с восторгом прославлять нашего Владыку. И подлинно нынешний день для нас праздник и торжество. Как в преемстве дней времен года одна перемена следует за другую, так точно и в церкви праздник следует за праздником и один отсылает нас к другому. Недавно мы праздновали Кресту, Страданию, Воскресению, потом Вознесению на небо Господа нашего Иисуса Христа. А сегодня наконец достигли до самой вершины благ. Вступили в самую столицу праздников, пришли к самому плоду обетования Господня. «Если я не пойду, — сказал он, — то не пошлю утешителя. А если пойду, то пошлю утешителя, придет к вам и не оставит вас сиротами». Видите ли его попечение? Видите ли, неизреченное человеколюбие, перед этими днями он вошел на небо, «Восприял царский престол, воссел Владисную Отца, а сегодня дарует нам пришествие Святого Духа, и через него ниспосылает нам с небес бесчисленные блага. И что, скажи мне, из относящегося к нашему спасению, недухом устроено для нас? Через него мы освобождаемся от рабства, призываемся в свободу, вводимся в усыновление, вновь, так сказать, созидаемся, слагаем в себя тяжкое и смрадное бремя грехов. Через Духа Святого мы видим лики священников, имеем полки учителей, от этого источника и дары откровений, и дарования исцелений, и всем прочим, что обыкновенно украшает ее церковь, снабдевается отсюда. И Павел зывает так, «И Дух один и тот же, но каждому разделяет различно, как хочет». «Как хочет, — говорит он, а не как к нему повелевается, разделяет, а не подвергаясь разделению, сам властвует, а не подлежа власти». Таким образом, Павел приписывает и Духу Святому такую же власть, какую по свидетельству его имеет Отец. Как об отце он говорит, «Бог, действующий все во всем», так и о Святом Духе. «Все сие, — говорит он, — действует один и тот же Дух, разделяя каждому, как хочет». «Видишь ли совершенную власть?» «У кого одна сущность, у тех, очевидно, одна и самобытность. У кого равночестное достоинство, у тех одна и сила, и власть. Через него мы получили отпущение грехов, через него мы смыли всякую нечистоту. По его дару мы, притекшие к благодати, стали из людей ангелами, не переменившись по естеству, но, что гораздо удивительнее, оставаясь в естестве человеческом, проявляем жизнь ангельскую. Такова сила Святого Духа. Как чувственный огонь, приняв мягкую глину, делает ее твердую черепицею, так точно и огонь Духа, объяв благомыслящую душу, хотя бы нашел ее мягче глины, делает ее твержее железо. И того, кто незадолго был осквернен нечистотой и греховной, вдруг являет светлейшим солнцем. Этому, научая нас, блаженный Павел взывал так, не обманывайтесь, ни блудники, ни излослужители, ни прелюбодеи, ни сквернители, ни малайки, ни мажеложники, ни лихаимцы, ни воры, ни пьяницы, ни хищники. Царствие Божие не наследует. И счастлив, так сказать, все виды нечестий, научив, что виновные в таких грехах чужды царствия. Он тотчас прибавил, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались. Как? И каким образом? Скажи! В этом и вопрос. Именем Господа нашего Иисуса Христа, говорит, и Духом Бога нашего. Видишь ли, возлюбленный, силу Святого Духа? Видишь ли, что Дух Святой истребил все это нечестие, и тех, которые прежде погибали от собственных грехов, вдруг возвел до высочайших почестей? 508. Кто же достойно пожалеет и оплачет тех, которые решаются хулить достоинства Духа, которые как бы умоиступленные, даже величием благодеяния не могут быть удержаны от своего безумия, но осмеливаются делать все ко вреду своего спасения, отнимая у Него, сколько это возможно для них, достоинства владыки и стараются низвести его в ряд тварей. Я хотел бы спросить их, для чего вы объявляете такую войну против достоинства Духа или выше против собственного спасения? Не хотите взять в рассуждение, сказанное Спасителем ученикам? Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Видишь ли равночестное достоинство? Видишь ли точно выраженные согласия? Видишь ли нераздельно строиться? Разве есть здесь различия или изменения, или уменьшения? К чему вы осмеливаетесь прибавлять к словам Господа новое повеление? Или вы не знаете, что и в человеческих делах, если бы кто покусился или дошел до такой дерзости, что прибавил бы что-нибудь или убавил в грамоте царя, который однако с ними рода и причастен одному и тому же естеству, то подвергся бы крайнему наказанию, и ничто не могло бы избавить его от этого наказания. Если же столь велика опасность из-за человека, то какое может быть прощение тем, которые оказывают столь великое безумие, покушаются искажать слова общего нашего Спасителя и не хотят слушать и Павла, который имел в себе Христа. Павел, который громким голосом взывал и говорил так. Око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. 1 Коринфянам 2.9 Беседа на день Пятидесятницы Итак, если ни око не видало, ни ухо не слыхало, ни сердце не могло вместить в познание о том, что уготовано любящим его, то откуда мы, блаженный Павел, можем получить познание об этом? Подожди немного, и услышишь, как он объясняет это. Он прибавляет, «Нам же Бог открыл это духом своим». И на этом не останавливается, но чтобы показать величие силы единосущая духа с отцом и сыном говорит, «Дух все испытывает, и глубины Божии». Потом, желая из примера человеческого преподать нам точнейшее наставление, присовокупляет. «Ибо кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». Видишь ли, совершенное наставление, как того, что находится в уме человека, говорит он, не может знать никто другой, а только сам он один знает свое, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. А это весьма важно и вполне достаточно показывает достоинство духа. Приводя этот пример, он как бы так говорит, «Невозможно, чтобы кто-нибудь из людей когда-нибудь не знал того, что находится в уме его». И как это невозможно, так и Божий, говорит он, с такой же точностью знает дух святый. Недоумевая, неужели эти слова блаженного Павла не повлияют на людей, которые по собственному предубеждению ко вреду своего спасения, объявляют такую войну против достоинства духа, отнимают у него, сколько это возможно для них, достоинства владыки и низводят его в ничтожество тварей. Но если они расположены спорить, восставая против сказанного в Божественном Писании, то мы, принимая Божественное наставление, как свыше принесенное прорицание, станем высылать подобающее словословие, показывая с правой верой и правильное разумение истины. Итак, против тех, которые решаются учить противноизреченному духам, довольно сказано, но вашей любви необходимо сказать, почему Господь не тотчас после своего вознесения даровал нам виновника таких благ, а попустил, чтобы ученики прежде провели несколько дней и пробыли одни с самими собою, и тогда не шослал благодать духа. Ненапрасно и не без причины было и это. Он знал, что род человеческий недостаточно ценить те блага, которые у него в руках, и не чтить по достоинству того, что является приятным и великим, если не случится что-нибудь и из противоположного. Например, скажем об этом яснее, здоровый и сильный телом, не чувствует и не может в точности знать, сколько благ доставляло ему здоровье. Если он не испытает болезни, когда его постигает, постигнет немощь. Так же и тот, кто видит днем, не так ценил бы свет, если бы его не сменяла темнота ночи. Подлинно. Испытание противоположного всегда бывает ясным учителем относительно того, чем мы прежде наслаждались. Посему и тогда, так как ученики в присутствии Христа наслаждались бесчисленными благами и во время обращения с ним были в великом благоденствии, все жители Палестины взирали на лица их, как на некоторые светильники, потому что они воскрешали мертвых, очищали прокаженных и изгоняли бесов, исцеляли многие болезни и много других являли чудес. Посему, так как они были стали известны и славны, то он и попустил им на малое время лишиться силы содействовавшего им, дабы они, оставшись без нее, узнали, как много его присутствия доставляло им благости. И, восчувствовав важность прежних благ, с большей готовностью приняли и дар утешителя. Дух Святый и утешил их в скорби и светом своим озарил их, сетовавших по причине разлуки с учителем и исполненных уныния и воздвиг почти лежащих и разогнал облако печали и разрешил недоумение. Так как они слышали повеление Господа, шедши на учитель все народы, но еще недоумевали и не знали, куда каждому из них должно направиться и в какой стране Вселенной нужно проповедовать учение, то приходит Дух Святый в виде языков, отделяя каждому из них страну учительства Вселенной. И данным языком как бы на некоторой скрижали, обозначая каждому предел веренного ему начальства и учительства. Вот почему Дух сошел в виде языков. И не только поэтому, но и для того, чтобы напомнить нам о древнем событии. Так как в древности люди в Пашь в безумии вздумали построить башню, которая достигала бы до неба, а Бог через разделение языков разрушил их злое согласие, то ныне Дух Святый нисходит на апостолов в виде огненных языков, чтобы через это соединить разделенную Вселенную. И совершилось дело новое и дивное. Как тогда в древности языки разделили Вселенную и расторгли злое согласие, так ныне языки соединили Вселенную и бывшие разделенным привели в единомыслие. И так для этого он сошел в виде языков, а языки были как огненные, потому что в нас разрослось тернии греха. Как земля тучная и подородная, если остается невозделываемую, произращает великое множество терний, так точно наше естество вышедший из рук Создателя, прекрасным и способным к произведению плодов добродетели, но не принимая в себя плуга благочестия и семени богопознания, породило нечестие, как бы некоторое тернии и другое бесполезное растение. И как часто бывает не видно лица земле от множества тернии и дурных трав, так и благородства и чистоты души нашей не видно было, пока возделаватель человеческого естества пришедший и не пославший огонь духа не очистил ее и не сделал способный к принятию небесного семени. 511 Такие еще большие блага дарованы нам в настоящий день. Поэтому я вещеваю, станем и мы праздновать сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но украшая души, не площадь убирая покровами, но просветляя душу одеждами добродетелей, дабы таким образом мы могли принять благодать духа и собрать происходящее от него плоды. Какие же плоды духа? Послушаем Павла, который говорит «Плод же духа есть любовь, радость, мир». Посмотри на точность его выражения, на последовательность учения. Сначала он поставил любовь и потом упомянул о том, что следует далее. Положил корень и потом показал плод. Утвердил основание и потом возвел здание. Сначала с источника и потом перешел к потокам. Не прежде может быть положено основание радости, как если наперед мы станем считать благоденствие других своим собственным и благо ближнего принимать за свои собственные, а это может произойти не иначе, как если возобладает в нас сила любви. Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Подлинно она как корень произращает бесчисленные вещи добродетелей. Как источник производит множество потоков, как мать объемлет в лоне своем прибегающих к ней, знает облаженный Павел и назвал ее плодом духа, а в другом месте он усвоил ей такое преимущество, что назвал ее даже исполнением закона. на исполнение закона, говорит он, есть любовь. Римлянам 13.10 И владыка всех в качестве надежного признака и достоверного отличия своих учеников предложил нам не ноет, что, но любовь, сказав, потому узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Поэтому увещеваю к ней все мы прибегнем, к ней прилепимся и с ней встретим этот праздник, так как где любовь, там перестают проявлять себя душевные недостатки, где любовь, там утихают и неразумные порывы души. Любовь, сказано, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, любовь не делает зла ближнему, где господствует любовь, там не бывает каина убивающего брата. Уничтож источник зависти, уничтожишь и поток всех зол. Отрежь корень, уничтожишь вместе и плод. Это я говорю заботясь более о тех, которые завидуют, нежели о тех, которые завидуют, так как первые особенные причиняют себе величайший вред и навлекают на себя великую гибель, а для тех, которым завидуют, зависть служит, если они захотят, даже поводом получения венцов. Посмотри, как праведного Авеля воспевает и прославляет каждый день, и причина убиения сделан за него поводом к прославлению. Он и после смерти смело увещает своей кровью и громким голосом обвиняет убийцу. Тот, оставшись живых, в воздаянии за дела получил плод дел своих и проводил жизнь иная и воздыхая трясясь на земле. Тогда как убитый и лежащий на земле после смерти показывал еще большее дерзновение. И как тому и живому грех приготовил жизнь несчастней мертвых, так этого и по смерти добродетель еще более прославила. Поэтому и мы, дабы приобрести нам и здесь и там большее дерзновение, дабы получить нам большую радость от праздника, снимем с души все нечистые одежды, особенно же сбросим одежду зависти, потому что хотя бы мы, по-видимому, совершили бесчисленное множество добрых дел, но лишимся всего, если на нас лежит бременем эта ужасная и жестокая зараза. И дай Бог избежать ее всем нам, особенно же тем, которые сегодня благодатью крещения совлекли с себя ветхую одежду грехов и могут блистать подобно лучам солнечным. И так убеждаю вас, вписанных сегодня в сыновство и облегшись в эту светлую одежду, соблюдайте ту светлость, какой вы теперь в какой находитесь, всячески охраняя ее, со всех сторон заграждая в ход дьяволу, дабы получив обильнейшую благодать духа, вы могли принести плоды иной в тридцать крат, иной в шестьдесят, а иной во сто, и удостоились зерзновением встретить царя небесного, когда он благоволит прийти и распределять незреченные блага между проведшими настоящую жизнь добродетельного Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава ныне и пресна и во веки веков. Аминь.